Сейчас дефицит ликвидности в отечественной экономике оценивается в 7 трлн рублей. В 1995 году чистые бюджетные поступления от реализации государственных краткосрочных обязательств составили 28 трлн нединаминированных рублей. Это позволило профинансировать более половины дефицита федерального бюджета. Повторный выпуск ГКО, предложенный Минфином и поддержанный Центробанком, аналитики связывают с закрытием доступа к иностранным рынкам капитала. ГКО как инструмент финансирования части дефицита, заемных ресурсов будет актуален только в какой-то краткосрочный промежуток времени и не закроет глобальных проблем, связанных с дефицитом ликвидности. Сейчас объем российских валютных резервов составляет свыше 400 миллиардов долларов. Так что шоковый сценарий 1998 года, когда бюджет не смог платить по своим обязательствам, маловероятен, полагают эксперты. Если мы с вами вспомним предыдущий опыт 1993 года, государственные краткосрочные облигации финансировали дефицит государственного бюджета. Это были высокодоходные бумаги, которые спекулятивно покупались и продавались. И, собственно, это и привело к тому, что в 1998 году, через 5 лет после начала своего существования, был объявлен дефолт по обслуживанию этих бумаг. Государство за счет продажи этих облигаций, я предполагаю, что в большей степени банки будут и покупать, и вынуждены будут покупать этот инструмент, просто увеличить свою ликвидность. То бишь у него появятся деньги для того, чтобы он рассчитывался по собственным социальным обязательствам. По словам представителей Минфина, механизм ГКО может понадобиться 2-3 раза в году. В дни, на которые приходятся большие разовые выплаты из федерального бюджета. Продолжение следует...